Слава! Слава! Слава героям! Не так давно в сети интернет появился видеоролик, предлагающий найти 10 отличий между Васильевой и Высоцким. Автор этого произведения неизвестен. В тексте можно найти ошибки. Например, утверждение, что Высоцкий баллотировался в госсовет. Видимо, имелся в виду все же совет депутатов города Мурманска. Но в остальном параллели подмечены достаточно точно. И Васильева, и Высоцкий очень любят деньги. Они сами об этом говорят. Но деньги мне нужны вчера. И тебе они тоже нужны. Кстати, тебя они будут или нет? Или тебе надо что-нибудь откидывать? А? Нужны средства? Ну, у меня их просто нет. А действительно, в чем же отличие этих двух персонажей? Кроме пола, возраста и кулинарных предпочтений. Давайте обратимся к биографиям наших героев. Тем более, что в открытых источниках сегодня много публикаций, цитированием которых мы и займемся. Еще не так давно мы знали Елену как мурманского эколога. Не в обиду будет сказано городскую сумасшедшую местного масштаба. А сегодня она звезда украинских ток-шоу и ютуба. Знаете, первое, что я вообще хотела бы сказать, я хочу извиниться за вот эти зверства, за все эти издевательства и вообще за политику Путина. А состудия Олена Васильева, российская правозахисница, засновница группы «Вантаж-200». Центральные каналы российского телевидения меня объявили сумасшедшей, так что имейте в виду, да, я сумасшедшая, потому что надо было быть полной идиоткой, чтобы все-таки вот так вот все делать и встать на сторону Украины открыто и честно. Уроженка Нижнего Новгорода Елена Васильева большую часть жизни прожила в нашем с вами городе. Окончила местный педагогический институт, начиная с 89-го года активный участник всевозможных международных образовательных программ, за которыми, как хорошо всем известно, кроется деятельность спецслужб. По словам самой Васильевой, она окончила курсы предвыборной агитации Международного республиканского института. В 91-м году прослушала бизнес-курсы в Вашингтоне, а затем училась менеджменту и маркетингу в Финляндии. Только вот в бизнесе мадам Васильева себя никак не проявила. Зато у нее открылся совершенно другой талант. Она научилась зарабатывать на дискредитации России и русских. Надо будет, она и младенца зарежет и съест, как это было на вечеринке в Киеве. Путин убедилась! А мне животик! Путин помоги! Россию скажет! Россию скажет! А паркет тоже съедет? А нет! Путин запрещает! Елена Васильева, обратите внимание, она стоит слева фиолетовой кофточки. Первый из каннибалов получает кусок русского младенца. За что такая честь? Мало кому известный эколог из Мурманска в 90-е она боролась вместе с движением Гринпис Кольской атомной станции. В нулевые влилась в работу Каспаровского гражданского фронта, а в 2014-м Васильева из защитницы мурманских оппозиционеров превратилась в защитницу киевского режима с маниакальным упорством, доказывающей присутствие российских войск на Донбассе. Граница Украины была пересечена и были введены войска. Деятельность мурманчанки оказалась столь бурной и активной, что примерно 90% доказательств российского военного присутствия на Донбассе, имеющихся в распоряжении Киева, прямо или косвенно, являются продуктами творчества Елены Васильевой. На фотографиях, которые появились в мировых СМИ, в Твиттере и которые находятся в открытом доступе, видно, что на Украине присутствуют люди, чья внешность указывает на их связь с Россией. Но Вы называете эти снимки доказательствами. Вы считаете, что такие доказательства можно будет предъявить суде? Не думаю, что с юридической точки зрения. У нас здесь не судебный процесс. Мы просто показали, что эти фотографии – доказательства связи, о которой мы говорим уже несколько недель. То есть Вы утверждаете, что США с их эффективными методами сбора разведывательной информации, с их источниками и так далее, теперь опираются на фотографии, которые открыто размещают в интернете, Твиттере и других соцсетях? Думаю, с моей стороны будет справедливо отметить, что мы анализируем как секретную информацию, так и доступную всем. В своих статьях и записях Васильева с удовольствием использует в отношении россиян лексику, порожденную Майданом. Тетушки, ватники и тому подобное. Однако наибольшую известность у публики она приобрела как создатель группы «Груз-200», собирающая сведения о массовой гибели российских военнослужащих на Украине. Россия вывела из Украины 15 КАМАЗов с трупами своих военных. Так и в Фейсбуке написала политик и основница российской группы «Вантаж-200» Олена Васильева. 15 КАМАЗов? А где же видеодоказательства? Их нет. Особо недоверчивые пользователи сети не поленились и нашли первоисточник фотографий, иллюстрирующих статью Васильевой. Оказалось, что сделаны снимки несколько лет назад на кладбище воинской славы Второй мировой войны, где поисковики хоронят останки солдат Красной Армии. Но это, как оказалось, мелочи. Елена Васильева ради красного словца похоронила целую футбольную команду. Для всех, кто еще хоть чуть-чуть сомневается в подлинности существования футбольного клуба «Газовик», расскажу, что если вбить его название в строке поиска, к примеру, на официальном портале Европейского футбольного союза, первой новостью станет победа Оренбургского «Газовика» над Махачкалинским «Анжи» в рамках российского кубка. Дурость какой-то тетки, которая объявила себя правозащитницей. Ну, понятно же, да, если бы хоть какие-то малейшие там были с нашей страны, да, не было таких, или выдуманные фамилии, просто «Газовик». Ну вот же эти все ребята здесь, мы их все знаем. Потом, начитавшись произведение из цикла «Фантастики», Васильева поведала миру о гибели 39 российских военнослужащих из 159-го отряда воинской части 8720, в том числе двух капитанов и одного героя России. Вскоре выяснилось, что названные ею имена погибших под Мариуполем российских офицеров являются кальками с имен главных героев, вышедшего в 1999 году романа Александра Бушкова «Пиранья. Первый бросок. Протряд боевых пловцов». Полбеды, если бы Васильева просто генерировала небылица. Она организовала сбор денег под эту лавочку, за что снискала славу работорговки и мошенницы. Известный украинский журналист Анатолий Шарий выложил в сети интернет записи переговоров мадам Васильевой с неизвестными, которые явно указывали на то, что правозащитница пытается заниматься торговлей пленными, взимая с их родственников деньги за выкуп военнослужащих. Вот я не светилась до этого, вот до груза 200, ну так, раз там в 10 лет. С разговора Васильевой становится ясно, что военно-пленные – это товар. Короче, так, фамилия, которая находится, вот у меня, я говорю, родственников этих моря, я его тогда от этого родственника выдергиваю, и тогда спокойно говорим, кого как можно их отпущить. Ну, я думаю, что десятку однозначно не готовы там платить каждый, потому что, я говорю, даже больше. В баках как минимум. Ну, смотри, вот до 10, до 15, до Агеева, видишь, она мне сразу написала 15 тысяч евро, она готова заплатить. Я тебе точно могу сказать, что то, что касается военно-пленных, за них готовы платить, причем не так, как, вот мы там сначала думали по списку, да, а именно вот откуда он родом, ну, в смысле, откуда город проживания, город, там богатый человек, готов за него заплатить. То, что она занимается, Васильева, делами пленных, то есть это, ну, удивило. Хотя, с другой стороны, что удивило, на нее это похоже. Я лично знаю несколько человек, которые занимаются, но они там бескорыстно занимаются. 17 марта 2015 года известный блогер Анатолий Шарий, регулярно разоблачающий Васильеву, сообщил, что в Украине нормальные люди поставили ей условия и дали 48 часов, видимо, для того, чтобы покинуть страну. После этого госпожа Васильева была задержана в аэропорту Вен-Гурион и депортирована из Израиля. Плохая домохозяйка, неизвестный эколог, несостоявшийся политик. Что дальше? Задавались вопросом все. Но мы бы поставили вопрос иначе. Кто следующий? Из мурманских журналистов, единственным ретранслятором бредовых заявлений Васильевой на протяжении всего последнего времени был Дмитрий Высоцкий. На своем ресурсе он регулярно размещал информационные сообщения со ссылкой на модную правозащитницу и украинский пресс-центр АТО. В частности, видеозапись допроса якобы пленных российских военнослужащих. Причем мурманские последователи Васильевой допускают в своих материалах подтасовку фактов. Вот, например, статья «Украинские военные выложили видео допроса ополченца из Ковдора». Высоцкий публикует в открытом доступе домашний адрес и телефон брата и матери Бондарука, который, как утверждается в статье, принимает участие в боевых действиях на Донбассе. В другом же материале он называет этого человека лейтенантом ДНР. На войне быстро там уже вычислился человека, какой он человек. Ну, еще там мы узнавали у ребятка, мы ездили. Да, ребята знали его. Как он попал в плен? Он просто сдался в плен. Он сдался в плен. Почему? Потому что слышал, что может денег за это заработать. Ну, скорее всего, откуда появилось это интервью. Но больше всего шума наделала публикация фотографий поврежденных установок залпового огня «Град», якобы сделанных на железнодорожной станции «Кола». Но просто не публикация, а подарок для антирусских изданий на Украине. Сначала телеканал «Дождь», а потом и украинские сайты с характерными заголовками. «Путинский военторг», «Потерянные грады», «Под Мурманском засветились поврежденные грады». Такое впечатление, что Дмитрий Высоцкий – агент СБУ. Какие-то грады в той же «Коле» у нас появились. Мне кажется, это абсурд. Этого нет и не может быть, даже невозможно, чтобы это было. Мы немало ездили по Украине, особенно по Донецкой области. Ездили на передовой, где мы много видео привезли. Видно, по дороге ездим, много техники брошенной. И разбитой, и хорошей техники. То есть ВСУ, в ЖУ на село Украина. Так что ребятам, ополченцам, хватает оружия вполне. Даже слишком уж много оружия у них. Но то оружие, которое оставлено войсками Украины. Мы сами это видели своими глазами. Это все неправда. До 2013 года Дмитрий Высоцкий возглавлял ни много ни мало корпунг Всероссийской государственной телерадиокомпании в Мурманской области. Должность приятная во всех отношениях. Оклад столичный, жизнь по-провинциальному размеренная. Никаких сенсаций и разоблачений. Дежурные сюжеты по графику. На широте Мурманска началась полярная ночь. На широте Мурманска завершилась полярная ночь. Видимо, в какой-то момент Дмитрий заскучал и решил податься в политику. Но странно, что повел он себя как хамелеон. На работе за зарплату он пропагандист существующего политического строя, а в свободное время его обличитель. Ну, например, в 2010 году Высоцкий баллотируется в депутаты Мурманской областной думы. Получает отказ в регистрации из-за недостоверных сведений в подписных листах. И обвиняет в этой неудаче на странице своего интернет-блога партию «Единая Россия». Странная позиция человека, работающего в государственной корпорации. Во время предвыборной гонки 2011 года Высоцкий шабашит на одного из кандидатов в качестве начальника штаба, что несовместимо со статусом журналиста телеканала «Россия». Дальше больше. Высоцкий создает интернет-сайт «Дворника нет», на котором размещают статьи, созвучные с митинговой стилистикой несистемной оппозиции. В частности, цикл под названием «10 причин сменить власть». Так или иначе, но вся эта внеслужебная деятельность, видимо, надоела московскому начальству. Сколько можно дискредитировать российскую государственную телерадиокомпанию и наносить ущерб ее профессиональной репутации? И осенью 2013 года Дмитрия Высоцкого увольняют с престижной работы. По отношению к Высоцкому, я считаю, что человек не может усидеть на двух стульях сразу. Он хочет и там побывать, и там побывать, к одной партии и к другой партии прильнуть. Только коммунистам у одних денег попросить – это же ненормально. Если ты выбрал себе партию, даже если тебе не везет, и ты не можешь там избраться, ну так ты в конце концов должен быть уверен в своих силах. Ну, значит, не повезло тебе, значит, ты не такой популярный человек. Подавшись на вольные хлеба, Дмитрий продолжает менять окраску в зависимости от обстоятельств. Больше года он не регистрирует свой сайт «Северпост» как средство массовой информации. Если сайт не СМИ, то и закон ему не писан. Можно распространять ложную информацию и фейковые новости. Но как только нужен комментарий от чиновника, редакция тут же оформляет официальный запрос как лицензированная СМИ. Еще больше неразбериха с политическим окрасом сайта. То он красный, то зеленый, то белый и пушистый. Впрочем, это вполне соответствует взглядам его создателя, Дмитрия Высоцкого. На последних выборах в городской совет депутатов он был зарегистрирован как кандидат от партии КПРФ. Причем делегатом партийной конференции его рекомендовал полукриминальный бизнесмен Сергей Габриэлян как своего протеже. По имеющейся информации, именно Сергей Габриэлян финансирует в настоящее время деятельность сайта «Северпост». В то же самое время Высоцкий не брезговал во время предвыборной кампании пользоваться поддержкой «Единоросса», как он сам себя называет, солдата партии бывшего губернатора Евдокимова, который был отправлен в отставку по решению президента в 2009 году. Словом, чтобы прорваться во власть, которую он так яростно ненавидит, для Высоцкого все средства хороши. А теперь о самом загадочном. Последнее время Дмитрий стал представляться чуть ли не эмиссаром Мурманского ОНФ, Народного фронта. Однако в региональном отделении общероссийского движения его членство отрицают. В Народном фронте состоит 16 членов регионального штаба. Дмитрий Высоцкий не является членом штаба Народного фронта Мурманского регионального отделения. Также, насколько я знаю, не является активистом ни одной из рабочих групп. Чтобы стать таким активистом, надо получить согласие руководителя одной из пяти рабочих групп. Такого разрешения, насколько я знаю, получено не было. И я не видел его работу непосредственно в качестве активиста, либо эксперта одной из рабочих групп. В каких-то значимых проектах ОНФ Мурманской области он участия не принимал. Видимо, на этот раз его главный проект – это самопиар, во что бы то ни стало. По правде говоря, общественная деятельность господина Высоцкого очень похожа на игру в наперстке. Кручу-верчу, обмануть хочу. Так, например, он пытался втереться в доверие к губернатору и даже представлялся ее советником. Он не брезгует деньгами из областного бюджета на финансирование своих проектов. И, будучи приглашен на неформальные встречи с региональными властями, в открытую и при свидетелях, просит профинансировать свой сайт Северпост. А не получив желаемого, начинает мочить и региональную, и муниципальную власть. Достается и федеральной. На Северпосте то и дело появляются фото жабы на Владимира Путина, президента и лидера Народного фронта. Интересно, знают ли об этом высокие покровители Дмитрия Высоцкого в штабе ОНФ. Например, приезжавшая к нам не так давно руководитель Центра правовой поддержки журналистов Наталья Костенко, которая никак не могла взять в толк, что Дмитрий Высоцкий давно стал для целого ряда руководителей разного уровня нерукопожатным. Мы считаем, что и общественность, и чиновники, и журналисты должны работать на одну задачу, на задачи, которые президент ставит перед нами. Это решение проблем страны. И мы тут не можем перетягивать друг на друга одеяло. В этом случае совершенно непонятно, что делать с кодексом чести фронтовиков, которые поклялись исключать из своих рядов всех, кто будет дискредитировать движение. Ну, например, преследовать корыстные цели или совершать безнравственные поступки. Осторожно, так и хочется предостеречь генерала в штабе ОНФ. Дмитрий Высоцкий большой специалист под дискредитацией. Он уже проделал такой финт с ВГТРГ, губернатором Мурманской области и региональным отделением ОНФ. Да и лозунг «Народный фронт за Россию» как-то не вяжется с публикациями журналиста, разжигающими антироссийские настроения на Украине в стиле госпожи Васильевой. Вы сами можете делать выводы, похожи эти люди или нет. А может быть, действительно не стоит сравнивать и искать отличия между Дмитрием Высоцким и Еленой Васильевой. Было бы логичным сравнить Высоцкого с репортером вестей Игорем Корнелюком, сменившим его на посту спецкора в Мурманске. Все-таки коллеги и ровесники, но как мало общего. Именно здесь, на Печенском берегу, близ селения Княжухой произошло решающее сражение Первой мировой войны на Кольском полуострове. Игорь Корнелюк, в отличие от Дмитрия Высоцкого, не искал славы. Она сама его нашла. С суши белофином противостояли русские пограничники-красногвардейцы. 17 июня 2014 года группа ВГТРК, снимавшая репортаж о беженцах вооруженного конфликта на востоке Украины, попала под минометный обстрел вблизи поселка Металист под Луганском. Вообще родину не убирают. Так как вообще-то мы родились в Советском Союзе, кто-то уже дальше уже моложе в России, я даже не могу это понять и принять, как они могут свою же Россию и на свою же Россию лить такую грязь. Это неприемлемо ни для кого вообще, я считаю. Коли ты родился в России, так будь любезна, защищай ее. По словам очевидца, мина разорвалась рядом с группой журналистов, один из которых держал микрофон с логотипом телеканала «Россия». Звукорежиссер Антон Волошин погиб на месте, а корреспондент Игорь Корнелюк получил тяжелое ранение. Журналисты успели сделать операцию, но через полчаса он скачался в реанимации. 20 июня Владимир Путин подписал указ о награждении его орденом «Мужество посмертное». Игорь Корнелюк похоронен с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве. Если гражданская свобода, то она подразумевает ответственность определенную. Вот те журналисты, которые пытаются что-то, ну, клеветать на Россию, для своего рейтинга, для заработка денег, ну, пускай они съездят на войну, станут военным корреспондентом, вот как вот тот же Игорь Корнелюк. Потому что на войне убивают. Вот он это увидел воочию и, к сожалению, погиб там. Пускай они на своей шкуре-то испытают. Перед тем, как что-то врать нагло.